Особенно приятно сказать, потому что имел отношение к этому телеканалу и к этому журналисту. Телеканал Челны ТВ Елены Камалова. Ведущая новостей Елена Камалова получила статую от Кубкамского Бриза. Она выиграла в номинации репортаж. Жюри признали её материалы о реконструкции Сталинградской битвы «Кольцо лучше». Победительница рассказала, как шли съёмки в феврале в мороз и снег. На самом деле было очень холодно, 30-градусный мороз. И первое, что предложил телеоператор, давай мы тебя оденем. Голодно. И он выпросил у участников реконструкции, чтобы они поделились своей армейской фуфайкой. После этого уже пришла мысль, а давай прокатимся на танке. Скажем сразу, томить не будем. В тот вечер наш телеканал несколько раз поднимался на сцену за заслуженными наградами. Ну и первым местом Сергей Вильданов. Челнинский оператор Сергей Вильданов получил статуэтку за победу в номинации «Искусство художественной съёмки». А Лилия Гатину достоилась третьего места в номинации «Ведущий». Второй год подряд нашу коллегу отмечают одной из лучших. Победителями и призёрами в различных номинациях стали представители Нижнекамска, Мамадыши, Высокой горы и Лабуги. В прошлом году погиб наш земляк Данила Саитов. То, как эта встреча была, когда мать обнимала вот этого сослуживца своего сына, это не могло оставить равнодушно меня. Я смотрела на эти кадры, я видела, что она в нём видит сына, я сидела, просматривала это и плакала. Я думаю, ну если я плачу, значит и зритель тоже. Мы составили новую, свежую передачу, ту, что показали в эфире, и решили её отправить за неделю до окончания приёма перед заявок. Просто решили именно её, потому что в ней много материалов именно для людей. Жюри пришлось не просто выбирать победителей и призёров, но награды вручены. Камский приз завершён, а многие уже ждут фестиваля. Альмира Гайнудинова, Кирилл Хабзеев, Новости, Набершные Челны.